Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Волейбольное обозрение, я Евгений Монархович. Сегодня мы в физкультурно-оздоровительном центре Полесь-Арена, где готовится к спартакеаде школьников наша представительница сборной Губнистской области с дюшор Мозорского нефтепроработающего завода «Жемчужна Полесья». С 13 по 17 июня город Жлубин примет республиканскую спартакеаду школьников по волейболу. И очень приятно отметить, что защищать честь нашего региона в турнире девушек выпала с дюшор Мозорского нефтепроработающего завода «Жемчужна Полесья», которая в преддверии ответственного старта проводила подготовительный сбор. Мы готовимся к республиканской спартакеаде школьников по 2008 году, которая будет проходить в городе Жлубин. Предварительно мы провели спарринговую игру с восьмым классом. Девятое заняло первое место среди нашего так называемого города, поэтому мы комплектуем команду. И сейчас у нас просто сборная «Жемчужной Полесья», неважно кто в каком классе. Главное – это конечный результат. И мы хотим, чтобы результат был максимально высоким, поэтому у нас сейчас проходит сбор. На сборе 18 игроков. Из них только 12 смогут представлять Гомельскую область в Жлобине на соревнованиях. Поэтому мы просматриваем каждого игрока, просматриваем и в доигровке, в диагонали, и в центре, потому что девочек хороших много, а выбрать нам нужно будет оптимально качественный состав, потому что соревнования не из легких, потому что это республика. На республике нет простых команд, и каждый соперник очень достойный того, чтобы представлять каждую область на республике. Поэтому мы стараемся, работаем, а что получится, покажет время. Мы уже рассказывали про отборочный матч, в котором учащимся специализированного 9 класса противостояли восьмиклассницы под рукостом Ильи Владимировича Шпаковского и Коноплича. В том случае опыт сказал свое веское слово, но вот теперь наставница, победительница, а значит и тренеру сборной Гомельской области предстоит из двух спортивных дружин сформировать одну команду, сплоченную, способную идти на штурм вершины республиканской спартакяды школьников. Что касается работы, то все стараются, все прекрасно понимают, что очень большая ответственность представлять в Омельской области на республике. Поэтому по работе вопросов нет. Все стараются, все работают, все хотят попадать в военный состав. По тому, насколько сыгрываемся, такого нет, что кто-то там не хочет, чтобы кто-то поехал. Все понимают, что нужно, чтобы был максимально качественный подбор игроков. Поэтому мы работаем, все девочки помогают друг другу. Здесь нет старшей или младшей. Здесь на площадке все равны. Доказывают, что ты сильнейший, ты в составе. В тренировках Надежда Васильевна зачастую пользуется помощью своих старших воспитанниц, которые очень полезны на занятиях. Вот и на той тренировке, что посетила наша съемочная группа, мы заметили Марию Ефремову и ее тезку Козак, волейболиста 2007 года рождения, которые в силу возраста не могут выступать на спартакяде школьников. Но они тоже. Во многом часть команды Гомельской области, читай, жемчужны по лесу. Я считаю, что это важно, когда более опытный игрок помогает младшим девочкам. Они набираются опыта у этих игроков и стараются играть так же, как этот игрок. Маша – одна из самых стабильных волейболисток с дюшоржем чужно по лесу. На эту девочку всегда можно положиться. И с высоты своего, какого-никакого, а опыта, что может сказать Козак о шансах ее подружек на успех в Жлобине, на республиканской спартакяде школьников. Ну, команда, конечно, может занять первое место. Если девочки захотят, они добьются этого и обязательно станут первыми. Большие надежды возлагаются на нашу следующую собеседницу. Восходящую звездочку жемчужного, а может и всего белорусского волейбола Илью Захаркевич, который с каким чувством отправляется в Жлобин на республиканскую спартакяду. С чувством, с уверенным, думаю, потому что мы тут вылаживаемся на каждой тренировке, делая максимум, что какое задание дает тренер нам. По мере развития своей спортивной карьеры знакомясь со всеми особенностями волейбола, по-прежнему ли любит Лея эту игру? Или, быть может, занятие для Захаркевича проходит просто? По инерции, что ли? Нет, волейбол мне очень нравится, потому что это мое хобби. Я прихожу на тренировки и кайфую. Если Лея одна из ведущих нападающих нашей команды, то наша следующая собеседница Ли Бера, волейболистка главного оборонительного амплуа. И она, Саша Затворницкая, на соревнованиях думает о результате, победе в матче, всем состязании или мысли девчонки заняты исключительно игрой, вслед за которой придет и результат. Как хорошо сыграть, помочь команде, чтобы мы были сплоченными, а потом уже придет результат. Мне нравится быть Ли Бера, помогать команде, добиваться успеха и защищать свою команду. У еще одной Ли Бера, Татьяны Ротновой, мы поинтересовались взаимоотношениями в команде. Важно ли, по мнению девчонки, дружить между собой в волейбольной команде, строить отношения на взаимное уважение? Мы дружим командами, это очень хорошо, я считаю. Мы подготавливаемся к республике, мы все хорошо сыгрались и сейчас работаем, чтобы занять первое место. Мне нравятся соревнования, нравится путешествовать, побеждать, это самое главное. Как мы уже знаем, основной состав насчитывает 12 волейболисток. И не все девчонки, кто проходит подготовку к спартакиаде, примут не участие. Но риснем предположить, что наша следующая собеседница будет в составе, ведь она настоящая душа команды, ее светлый лучик, который непременно приведет сборную Гомельской области к вершине педестала почета. Да, мы чувствуем, что мы, если постараемся, можем победить в этом туре. Я очень хочу попасть в основной состав, поиграть за свою команду, помочь и выиграть в этих соревнованиях. Сразу после спартакиады у девочек наступит отпуск, во всяком случае, в классическом волейболе. И та пауза, когда нет организованных тренировок, воспринимается Арина. Исключительно как отдых, без самостоятельных занятий и даже мысли о волейболе. Либо Анисимова продолжает держать свой организм в тонусе, быть может, несколько снизив объем и интенсивность нагрузки. Отпуск все равно приходит с играми. Я часто беру с собой мяч на улицу и играю где-то с друзьями, в волейбол. Ну, не воспринимается, как что-то тяжелое, последние тренировки. Все-таки хочется доработать эти последние тренировки и со спокойной душой пойти в отпуск заслуженный. Еще приятнее будет уйти в отпуск после победы, которая потребует от наших жемчужных дарований самого лучшего волейбола, неукротимой веры в победу и сплоченности, которая достигается не сразу. Ведь здесь представлены девчата двух специализированных классов, двух тренерских школ. Ну, мы готовимся уже вторую неделю. Мы привыкли, но все равно скучаешь по своим девочкам. У каждого тренера свои какие-то принципы работы, но мы привыкли, с девочками хорошо общаемся. Мелания – одна из двух пасущих сборных Гомельской области. Первая – София Сапоненко – одна из лучших, если не лучшая, белорусская представительница своего амплава в возрастной категории в 2008 году рождения. А другая – Иовина, которая наверняка потребовалась время, дабы адаптироваться к атакующей манере нападающих девятого класса. Понятно, что каждому игроку нужна своя передача, но я уже каждому адаптировалась. Лето у большинства школьников школьниц ассоциируется с каникулами, отдыхом, о чем только могут мечтать наши спортсменки, которые, возможно, и жизнь уже свою не представляют без ежедневных волейбольных занятий, которые стали для воспитания специализированной детской и юношеской школы Олимпийского резерва «Жемчужна Полесье» жизнью. Ну, занятия, конечно, напряженные, мы готовимся к соревнованиям, а так все классно, отвлекаемся от экзаменов, тренировки проходят очень круто, вот, готовимся к грядущим соревнованиям, надеемся, что победим, но побеждает сильнейший, будем стараться побеждать. Уже столько лет ведутся дебаты на тему успешного или неуспешного сочетания спорта и учебы, и что думает Валерия по этому поводу, возможно ли демонстрировать высокие результаты, в нашем случае на волейбольной площадке, иметь отличные отметки за ответ у школьной доски? Ну, конечно, возможно. Ну, я считаю, что спорт никак не мешает учебе, учеба не мешает спорту, вот, учусь я достаточно хорошо, планирую поступать в Минск, в БГУ. Ну что же, хороший вуз, при этом заметим, что учеба в Минске не исключает выступления. За главную команду «Жемчужина Полейса» ведь учиться можно заочно, что и делают многие волейболистки профессиональной дружины, которая через сезон другой должна пополниться талантливой нападающей. Девочки с несомненным волейболем талантом, имя которой Настя Дордаль, которая пока готовится к состязаниям школьниц с верой в успех. Настя, напомним, тренируется в восьмом специализированном классе у Ильи Николаевича Шпаковского и Владимира Николаевича Коноплича. Сейчас сбор под руководством Надежды Сильна Рудаковской, у которой свои требования, взгляд на игру, и вот удается ли в полной мере адаптироваться в сборной команде с дюшер «Жемчужно-Полесе» Настя. Конечно, адаптироваться тяжеловато, но мы справляемся, мы стараемся. Здесь, конечно, немножечко потяжелее, чем у нас, но мы стараемся. Ну а что скажет по поводу создания команды с большой буквы наша лучезарная девятиклассница, никогда кажется не пребывающая в дурном расположении духа? Нам удалось стать едином коллективом. Мы, конечно, хотим занять первое место в Жлобине, и мы будем всеми усилиями стараться. Усиление чувствуется, будем надеяться, что мы будем дальше работать, и все будет хорошо. Еще одна, всегда позитивно настроена девчонка, очень целеустремленная спортсменка Софья Хатковская, представительница молодежной плеяды «Жемчужного волейбола». Да, мне все нравится, у меня все получается, мы с девочками находим компромисс, пытаемся не ссориться, быть дружными, и мне кажется, это самое главное, потому что в команде мы должны быть всегда дружными и не ссориться, чтобы у нас все получалось, и мы играли с эмоциями и побеждали. При соревновательной неделе всегда чрезвычайно напряженные. Волейболистки получают хорошую нагрузку. Тренеру необходимо постараться вывести подопечных на пик формы. Процесс формирования состава тоже занимает много энергии. Словом, работа ведется неустанно, и в принципе, кто лучше всех справится, выполнит задачи, какие возникают, в частности, перед волейбольной командой, тот и станет победителем, в нашем случае, республиканской спартакиады школьников. Ну да, сбор сложный, команда достаточно сильная, в шлобе не будем стараться занять первое место, почему мы стремимся на этом сборе. Зачастую на играх Сашеньки, открытых тренировках, присутствуют ее родители, что немаловажно для творческого роста ребенка, уже девушки, будущей профессиональной жемчужинки, которая чувствует поддержку родных близких, знает, что если потребуется, помогут, направят самые преданные болельщики. Ну да, конечно, мама с папой всегда в этом поддерживают, говорят, идите только вперед, никого не слушай, не оглядывайся назад, и да, я хочу свое будущее связать со спортом. Уже 13 июня в Жлобине состоится первый игровой день. Тогда, после торжественного открытия соревнований, наша команда в форме сборной Гомельской области встретится с соперницами из Витебской области. Начало встречи в 15 часов 15 минут. На следующий день в среду, 14 июня, в 13 часов 30 минут, наша команда будет биться за победу с соперницами из Гродненской области. Третий день группового этапа в четверг, 15 июня. Тогда в 10 часов утра наша дружина проведет матч с волейболистками Минской области. 16 и 17 июня в пятницу и субботу спор за медали, которые победут по две лучшие команды из каждой группы. Очки, которые первая, вторая команда групп А и Б в играх между собой наберут, сохранятся. Заключительный раунд предполагает по две встречи с лучшими дружинами другой группы, после чего судьи подсчитают победы, очки и определяют медалистов этого захватывающего соревнования республиканской спартакеады школьников по волейболу. Спартакеада школьников это одно из, можно сказать, ведущих соревнований для учащихся спортсменов школьного возраста. Как всегда, мозыряне представлены в этой спартакеаде, будут защищать честь Мозырского района. Что касается волейбола, то я думаю, что наши девочки достойно представят Мозырский район. И, конечно же, мы надеемся только на победу, потому что другие результаты для них уже, наверное, не результаты. Только первое место. Приятно и показать на то внимание, с каким руководством Мозырского спорта относятся к выступлению наших жемчужных дарваний на республиканской спартакеаде школьников и в завершении состав команды Гомельской области на этом турнире. Пасующие. София Сапоненко и Милания Иовина, Либера, Александра Затворницкая и Татьяна Ротнова. Центральные блокирующие Лея Захаркевич, Арина Анисимова и Виолетта Якименко. Крайние нападающие Татьяна Турку, Валерия Долгая, Анастасия Дордаль, Арина Коксаченко и София Берковская. Надежда Родаковская тренер команды Гомельской области по сути дела жемчужной дружины из дюшер Мозырского нефтепрорабатывающего завода. Ну что ж, дорогие друзья, мы даже не сомневаемся, что одним из главных фаворитов будет наша команда сборной Гомельской области Жемчужна Полесья. А на сегодня это все. С вами было волейбольное обозрение Евгений Монархович и Вячеслав Припеснов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин